В эфире Региональной Вести мы продолжаем выпуск. Неравнодушные к своему городу кировчане не допустили точечной застройки в исторической части. Речь идет о строительстве многоэтажного дома на Казанской, 24. Напомним, что в середине мая там уже вырыли котлован и заложили фундамент. Но после обращения общественности в прокуратуру разрешение на строительство было отозвано. Все подробности дела у Вергина Матевосян. Перекресток улиц Казанской и Мопра. Здесь в середине мая появился забор, а за ним котлован и фундамент. Вроде бы привычное явление для областного центра. Но эта стройка отличалась тем, что велась в исторической части города. Совсем недавно власти объявили эту территорию историческим поселением. А значит строить здесь можно, но только малоэтажные дома. Разрешение же было выдано на строительство 11-этажного дома. К Рассулиным подписано разрешение на строительство. Этажность 9, количество этажей 11. В чем разница? Два этажа добавляются подземная стоянка и технический этаж. Сейчас по новым нормативам это тоже являются этажами здания. Они входят в количество этажей здания. Компания «Застройщик» уверена в своей правоте. Разрешение на строительство получено в 2013 году, когда исторических территориальных ограничений не было. Однако застройщикам, прежде чем приступать к земельным работам, необходимо получить заключение об отсутствии на участке объектов культурного наследия. Есть и правила землепользования, где сказано о допустимой высоте застройки в исторической части. Это 10-12 метров с ограничениями по цветовому решению. Помимо этого, установлен ряд запретов по архитектурным решениям здания, прописана необходимость сохранения исторического облика, а он в случае многоэтажной застройки был бы нарушен. Участок расположен по адресу Казанской, 24, территориальная зона, согласно правилам землепользования, Ж3А, зона секционной среднеэтажной жилой застройки. Максимальная этажность в этой территориальной зоне 6 этажей, максимальная площадь земельного участка 3000 квадратных метров. Первым тревогу забили неравнодушные кировчане. Именно от них в общественную палату Кировской области поступило обращение. Та, в свою очередь, обратилась в прокуратуру, после чего разрешение на строительство многоквартирного дома было отозвано. Первомайский районный суд признал разрешение администрации Кирова на строительство дома недействительным. Застройщики за уши притянули, что вот напротив дом уже большой стоит, там и так далее. Но пограничные участки всегда существуют и в одном месте, да, можно, а в другом месте нельзя. И сейчас, наконец-то, прокуратуру, значит, это решение отменили. По застройке будет якобы пятиэтажный дом. Что конкретно будет, мы посмотрим, точно сейчас сказать сложно. Но надеемся, что все же нормы закона будут соблюдены. Сегодня на объекте активной стройки не ведется, но техника застройщика какие-то работы все же производит. Да и на официальном сайте компании все тот же многоэтажный дом премиум-класса. И в скором времени обещана продажа квартир в нем. Вергина Матевосян, Максим Козлов, Валерий Никулин и Сергей Щекин. Вести. Киров. Спасибо. Спасибо.